Добро пожаловать. Добро пожаловать в Project S. Здесь всё понятно. Начнём наше путешествие в мир левел-дизайна. Сначала установим SDK. Запустите и стимах, библиотека, инструменты. Там мы находим наш редактор под названием Counter-Strike CSGO SDK. Устанавливаем его, а после инсталляции запускаем. Перед нашим взором открывается вот такое окно. Внутри него список доступных программ. Hammer – это редактор карт, в котором мы будем работать. Model Viewer – программа для просмотра внутриигровых 3D-моделей. FacePoser – софт для липсинга и создания кат-цен. Итак, мы выбираем Hammer и запускаем это дело. Программа работает. Теперь жмём файл New, либо комбинацию клавиш Counter-Plus-N, чтобы создать новый проект карты. К слову, я настоятельно рекомендую запоминать горячие клавиши. В данном редакторе без них вы очень замедлите свою работу. Что ж, перед нами открылось 4 проекции. 3D-окно, вид сверху, вид спереди и вид сбоку. В первом окне мы можем перемещаться, чтобы рассмотреть изменения в геометрии карты. Для этого можно кликнуть на вот этот фотоаппарат и мышкой, словно в игре, поворачивать и летать по просторам вашего 3D-мира, используя привычные для клавиши ходьбы. Я понимаю, вам уже не терпится что-нибудь построить. Но если вы хотите грамотно работать, придётся изучать и практиковать матчасть. Для начала я должен вас познакомить с рабочими текстурами и объяснить их предназначения. Всего в Source Engine есть, грубо говоря, 3 группы текстур. Word, Dev и Tool. Word это все текстуры, которые видны на вашей готовой карте. Это стены, потолок, пол и так далее. Dev значит developer, разработчик. Грубо говоря, это текстуры, которые используются на этапе проектирования карты. В чём их достоинство? Чаще всего они отмечены сеткой, по которой можно на глаз определить масштабы браша. Плюс карты, покрытые этими текстурами, быстрее грузятся и не так требовательны к ресурсам. Поэтому я рекомендую всегда начинать постройку карт, используя их. Ну и последняя группа это Tools текстуры. Это специальные, зачастую невидимые в игре текстуры, например Noldra. Ею нужно покрывать все стороны ваших брашей, которые не видны в игре. Данная текстура просто не рендерится. Экономия ресурсы вашего компьютера и движка. Skybox данной текстуры покрывают потолок карты. На месте этой текстуры в игре будет отображаться небо. Если вы хотите изучить все остальные рабочие текстуры, то советую к просмотру подобное видео на нашем канале. Ссылка в описании. Раз уж мы открыли библиотеку материалов, то изучим каждую её функцию. Size. Размер отображения материала внутри браузера. Only Used Texture. Включить отображение лишь тех текстур, которые использованы на ваших брашах. Очень полезная штука. Фильтр. Сюда можно вписать название необходимой нам текстуры для быстрого поиска. Keyword. Теги текстур. Тоже полезная штука для отображения тематических материалов. Mark. Выделяет браши, которые используют выбранную текстуру. Replace. Заменяет на всех брашах исходную текстуру на новую. Explore. Открывает папку с данной текстурой. Open Source. Открывает файл навигации материала. Но об этом вам пока рано знать, как и о следующих галочках. Теперь пришло время для создания первой карты комнаты. В браузере выбираем слово Node-DRA и два раза кликаем на рисунок. Можно приступать к созданию первого браша. Block Tool. Инструмент примитивов. Подробно о них мы поговорим уже в следующем уроке. А сейчас переходим на 2D проекцию и чертим квадрат в 256 юнитов. Правый клик. Создать объект. Вот что у нас получилось. По идее, это должен быть пол. Но он слишком высок. Верно? Чтобы изменить размеры браша, кликаем на эту стрелочку. Selection Tool. И сужаем высоту браша более-менее. Но этого недостаточно. Чтобы работать точно, включаем режим 3D сети. На выделенных брашах теперь будет отображаться сеть. Справа от этой кнопки есть еще две. Они делают сеть мельче или крупнее. Нам нужно сделать так, чтобы наш пол был по высоте в 16 юнитов. Такая высота перекладен между этажами и обычными стенами. Когда пол закончен, нужно покрасить его. Открываем браузер текстур и вводим Dev. Находим текстуру Music Generic. Она будет в роли пола. Далее включаем режим покраски браши. Наводим на нужный фейсбраша мышкой и правым кликом наносим нашу текстуру. Отлично. Но что если нам нужно покрыть весь браш одной текстурой? В этом случае мы выделяем нужный браш и жмем вот сюда. Поняли? Так, пол готов. Теперь делаем стену. Высота этажа равна 128 юнитам. Ширина 256. Толщина 16. Далее окрашиваем внутреннюю сторону браша, но уже другой текстурой. User Wall. Кстати, на ней виден рост игрока. Он составляет 72 юнита. Это важно. Далее учимся копировать браши и вращать их. Выделяем стену, зажимаем shift и тащим в сторону. Оп, браш скопирован. Теперь как его повернуть? Это сделать можно вручную. Кликайте два раза на браш и можно вращать. Вот так. Но можно и быстро отразить его по горизонтали и вертикали. Для горизонтального отражения жмем Ctrl плюс L. Важно это делать в нужной проекции. Будьте внимательны. Теперь выделяем обе стены и копируем. Чтобы повернуть браш на 90 градусов, жмем комбинацию клавиш Ctrl плюс M. Появляется окошко редактирования. Нас интересует только режим вращения. Выбираем проекцию Z и пишем 90 градусов. Прекрасно. Ну, осталось лишь небо. Выделяем нижний браш, копируем его и отражаем клавишами Ctrl плюс I. Готово. Включаем режим покраски. Выбираем текстуру Skybox. И правым кликом наносим на потолок. Поздравляю, ваша первая карта готова. Но чтобы вы смогли присутствовать на ней, нужно разместить точку появления игрока. Выбираем инструмент Entity Tool. Entity — это все небрашевые объекты карты. Солнце, свет, игроки, звуки и прочее. В CS две команды и две точки появления. Это InfoPlayer ContrTerrorist, спецназ и InfoPlayerTerrorist. Соответственно, террористы. Выбрав нужную, хрикаем ею по 3D проекции. И на этом месте появляется точка спавна игрока. Ну и добавим, пожалуй, еще свет. Light. Все, карту можно запускать. Чтобы сбилдить ее, жмите F9 или вот эту кнопку. Далее сохраните проект и выберите режим компиляции. Normal. Вот карта и готова. Но это еще даже не цветочки. Это даже не семена. В дальнейших уроках мы продолжим знакомство с Хаммером. А сейчас можете отдохнуть и повалять дурака. Удачи, тамодачи! Удачи, тамодачи!